Добрый день, уважаемые выпускники 11 классов. В первую очередь поздравляю вас с тем, что вы пришли, с тем, что вы переживаете о своем будущем. Составить схему соединений и структурные формулы, определить геометрическую форму молекулы. Такие задания нужно было выполнить школьникам за три часа. Все из основных разделов химии. Общее, неорганическое, органическое, физическое и аналитическое. Один из участников Олимпиады – Илья Буров. Химия – его любимый предмет. Самые обычные – это здания ЕГЭ. Второй части, разумеется. Ну, отличаются такой сложностью. Мне химия очень нравится. Она мне понравилась с восьмого класса, я начал ее изучать в восьмом классе. В принципе, сначала было сложно, но потом стал разбираться, понял. Все, привык, сейчас ориентируюсь вполне хорошо. Планы у парня серьезные – поступить в ПНИПО, а затем устроиться на работу по химической специальности. Одиннадцатиклассник знает, что такие профессии востребованы в нашем городе. И у него, как и у каждого участника Олимпиады, есть возможность здесь и сейчас заработать плюс пять к общей сумме баллов по результатам сдачи ЕГЭ при поступлении в Пермский политехнический университет и его филиалы. Исполнить свою мечту о профессии химико-технолога есть шанс и у Елизаветы Ермаковой. А после окончания вуза девушка планирует связать жизнь с одним из городообразующих предприятий – химическим гигантом под названием «Азот». На Уралхимии работают родственники. И как бы уже знаешь с детских лет, что там происходит и какие там люди. Мама – ведущий инженер, как бы зарплата отличная. Химию я с ней встретила в седьмом классе, когда поступила в химический класс. Она мне сразу же понравилась. И я сразу же поняла, что я хочу связать свою жизнь с химией. В случае успешного решения задания Олимпиады у Елизаветы, как и у остальных 14 участников, будет шанс поступить в политех и на целевое обучение при поддержке филиала «Азот». Мы хотим в будущем видеть настоящих профессионалов. А профессионализм – это такое качество, которое не появляется внезапно. Я вас всех сегодня поздравляю с тем, что ваш интерес совпадает с нашими интересами. К слову, филиал «Азот» компании «Уралхим» поддерживает не только Олимпиады. Предприятие давно и плодотворно сотрудничает с учебным заведением. Лучшим студентам по итогам семестра выплачиваются стипендии. У учащихся есть возможность проходить производственную практику на «Азоте». Тандем наш с «Уралхимом» полезен как нашей организации, нашему филиалу, так и самой компании, поскольку мы готовим людей для компании, и эти ребята в дальнейшем становятся специалистами на данном предприятии. Награждение по итогам Олимпиады состоится в апреле. Проводится оно уже второй год подряд. Пожелаем нашим героям удачи. Кристина Придейна, Сергей Калиник, Дмитрий Воронушкин. Новости вертниками.